После длительного перерыва, вызванного особенностью республиканского календаря и благосклонностью жребия сразу делегировавшего Жемчужно-Полесе в полуфинал республиканского кубка, Мозорская волейбольная дружина снова предстанет перед родными болельщиками, которые уже просто заждались матчей высокого накала в исполнении лучших профессиональных команд нашей страны. Тем более, что соперник в пятом туре чемпионату Мозорской волейбольной дружины – столичная Минчанка, команда, с которой в прошлом сезоне у Жемчужины получались настоящие спортивные битвы. В этом сезоне, правда, Минский клуб уже не возглавляет импульсивный сербский специалист Бронислав Мора, но ему буквально на этой неделе пришла достойная замена в лице Виктора Федоровича Дубицкого, опытнейшего тренера, так хорошо нам известного по работе с нашей командой на протяжении нескольких сезонов. Общеизвестно, что Виктор Федорович буквально живет волейболом и не было еще такой игры, когда он безучастно следил за действиями своей команды, не предпринимая усилий, иногда довольно эмоциональных, чтобы еще лучше завести свою волейбольную дружину. Что даже в Жемчужинополисе, то для нее этот тур станет еще и репетицией к полуфиналу Кубка Республики с Брестским Прибужье, командой в одной четвертой финала, обыгравшей как раз таки Минчанку. Что касается кубковых матчей, то, конечно, команда Прибужье-Брест это не простая команда, она доказала это игрой с Минском, и второй год уже Минчанка не попадает в кубок. Это очень для них, конечно, трагично, но для Бреста почетно, потому что они в том году тоже не попали в финальную часть Кубка. И уже сегодня вечером в Бресте вторая команда Жемчужинополисе проведет свой стартовый матч турнира памяти Максимюка, в котором участвуют шесть команд. Это состязание станет отличной проверкой на прочность для подопечных Надежды Васильевны Рудаковской, лучшие из которых уже в следующем сезоне должны пополнить главную профессиональную команду нефтеперерабатывающего завода Жемчужинополисе.